и снова здравствуйте дорогие зрители и мы сейчас будем убивать минотавра разумеется да это компания героев 4 традиционно да я думаю вы уже увидели ну хотя насчет компании я думаю может кто-то и сомневался если вдруг кто-то вообще посмотрел это видео не говоря уже вот других нюансах а вот кстати здесь можно было бы купить нам лорда но я не уверен что он нам нужен и вот он тут наконец то мы встретили с противником одним из них первого уровня стрелок великий противник хочу вам сказать ни за что мы его не победим я прям таки чую как он предвкушает наше поражение так а ты подбежишь сюда и будешь здесь все захватывать ты же умеешь это делать больше вы так или иначе ни на что не годные поэтому и надежды я на вас не возлагаю так ну как там сизый там кстати еще и зеленый рядом где-то а это просто лужайка о какой развитый у нас компьютер а чё ж он такой развитый может миссия сломалась по идее карта типа сложность легендарная но пока что ничего легендарного здесь не увидел кроме легендарных анальных болей а у него есть еще или может даже не у этого компа у какого-то другого есть еще какие-то города ну нет ты не сможешь по идее убежать так что и отпускать тебя добровольно я тоже не буду так анальные боли он спустился молодец парень все такой пришел осадил взял покарал она берем конечно вот этот вот этот штука получаем немножко еще магии и уходим дальше кого нибудь еще завоевывать нам не интересно завоевывать кого-то дважды или трижды о стоп сапожки у меня уже есть так что мне это не нужно стоп тут какой-то замок буридж причем очень интересный замок ммм да замок то интересный но здесь как то чересчур опасно вот сюда иди и стой здесь а ты иди наконец то захватил вот эту вот всю фигню ну в общем второй герой будет нам тут по проторенной дорожке что-то мутить кстати вот воров можно было бы и здесь немножко обкатать а вот здесь мы наймем еще одного вора но не сейчас но потом как говорится берем значит плюс 7 передвижения и постараемся на этом ходу замочить этих волков несчастных задолбали они меня так автобой не имею желания сражаться вручную абсолютно не имею желания я уже насражался войска природы не такие уж и крутые не понимаю что видят в этой расе ну может там кто любит очень природу смысле в реальной жизни природу то может кто то что то и найдет в этой фракции конечно же заканчиваем так тут еще и красный кстати есть что забавно орд гарк будет разбит нифига себе это как так то есть нам не только разбить орда гарка надо вот скорее всего это и есть орд гарк да 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 и это все слушайте давайте я сохранюсь и попробую его просто нагнуть анально покорить как говорится тут конечно у него много армии да очень много армии так лорд гарк действительно действительно очень противный хрен и действительно скорее всего мы сейчас не затащим его пять фениксов пять волшебных драконов ну фениксов вражеские волшебные драконы замочат да здесь у меня без вариантов то есть меня то убьют по-любому эти волшебные драконы то есть их я никак занерфить не могу плюс такая армия давайте загрузим игру и свалим отсюда по быстренькому так но не забудем не простим однако нам нужно подкрепление и нам нужно много всяких вещей в общем то так тут значит магистраты там кастраты аттестаты 5 5 10 10 и все мимо да вот здесь мы построим но нам нужно креста во больше все теперь мы здесь строим рад тушу точнее уже магистрат так разведчика естественно берем и собирает тут всякие лечилки и потом сюда беги да но если орд гарк пойдет ко мне то это будет конечно не очень радостно нужно захватить этот город моим этим да действительно у него мощная армия должен признать ну как на данный момент для меня она мощная для начала игры мощная что я не могу просто так прийти и убить его просто пришел убил пришел увидел убил и все такое пришел увидел и убил вот правило парадима неужели вы не можете автобоем с этим всем расправиться так но у нас есть преимущество что от гарк у него один герой то есть у него вообще одна армия а у меня куча всяких воров и так далее я умею пользоваться своими преимуществами так захватили на этом же ходу потом фениксов ну фениксов мы пока что не затащим никак ой красный прибежал блин красный это плохо красный это реально дерьмище так ты беги сюда это будет долгая игра задолбали они меня слушайте ну вы можете меня не трогать так о драконы а с драконов там неплохие сокровища падают я бы не против с ними сразиться немного всего лишь пять драконов ну подумайте пять драконов всего лишь это же просто ничего регенерацию о воскрешалка сработала ну можно и воскрешалку потратить и у меня второй есть ход за этот ход я чё-то сделаю очень интересное я сделаю фениксов я сделаю эти ульи сраные ой ну что ж вы ульи меня так не любите меня так не любите так на тебя что регенерация уже не действует ты значит переродился и значит регенерация тебе не писана ну тыщу золото я уверен что мы получим отсюда поэтому то что я потратил зелье воскрешение это ничего страшного дневник путешествия к 11 тысяч золота вот подумайте так все заклинания второго уровня ну так себе так себе могу быть и лучше а где там красный вообще а он прямо здесь появился да угу вот для этого мне и нужен этот герой нам нужен герой такой чтоб аж геморрой так и тут мало элементалей идут нас отоваривать но мы естественно этого не допустим я ведь прав мы не допустим этого чтобы нас отымели по самые волосатые ананасы однако я чувствую что не допускать нам будет трудно очень трудно так так портал наконец-то доступен ну нифига себе какая новость берем пожалуй водных элементалей и вообще всех здесь покупаем чтобы отпугнуть нашего противника как это некоторые говорят так если не сейчас то когда мы здесь все приходу им вопрос никогда вот мой ответ поэтому надо сейчас их уничтожать этих воздушных тварей но вообще против них были бы очень хорошие драконы волшебные ну и так справились так что все норм так сразу захватим и пойдем дальше вы значит воры чем вы тут страдаете почему вы не занимаетесь тем чем вы должны заниматься так нам нужны орды так как я вижу здесь несколько камней есть в которых можно учиться вот например вот этот камень есть и вот этот камень есть фактически возле противника как раз эти камни и находятся видите то есть у него все нормально а у нас все как-то по дебильному ну это всегда так конечно нужно заставить бомбить человека игрока а компьютером все самое лучшее у меня прямо комплекс неполноценности взыграл сам с новой силой от этой игры так где там красный вообще бродит ты меня задолбал красный у меня знаете ли тоже кое-что красное есть уууууу 27 уровня уух 27 уровня это совсем плохо Чернокнижник, там ещё кто-то. Анальный девственник ещё какой-то. 27 уровня. Надо пойти их своим героям всех победить. Но это будет потом. Почему мои герои так недалеко бегают? Их же невозможно победить. 27 уровня, блин. Ну ладно, пойдём... Пойдём этот город захватывать. Значит. Пусть они там разведают пока что. Смысла держаться за замки я тоже особого не вижу. Ну и, кстати, он что-то там не пляшет нифига. Этот компьютер. Так, ты нанимаешь уорда давай. Вот. И этот уорд идёт куда-нибудь сюда. Я вообще не понимаю, кто этому, этому чуваку помогает. Хаос, что ли? Или что это вообще у него за генералы такие красные вот эти вот. Так, кстати, вот ты идёшь нафиг. Во! Вот это я понимаю. Вот. Это по-правильному. Так как надо. Мочи убивай, никого не щади. Замочил, убил, никого не пощадил. Как я и сказал. Так вот, воры залог победы на этой карте. Как и на любой другой, впрочем. Всё потому, что у них есть воровство. И не только оно. Много героев, много геморроя для наших врагов. А красный, вроде бы, там, короче, он не двигается. Так что ничего страшного нету. В том, что он там находится. Но я всё-таки его пойду убью скоро. Сейчас я тут немножко поубиваю. Всяких мобов. Я уже увидел противника. То есть, я понял, на что рассчитана эта игра. Бояться особо нечего. Это меня радует. Очень радует. Так. Грифоны. О, мощно бьют, заразы. Не трожьте фениксов. Фениксы хорошие. Они наши друзья. А вот теперь буду я бить вот так вот. Всё. Слабо. Особо эманы-то не потратил. Так. Вот это всё я не собираю. Мне оно нафиг не нужно. Значит, ты идёшь сюда. Куда там. Вот к красному идёшь. Это важно. Любит он золотую шахту там иметь. Но это его проблемы. А мы пойдём ещё вот это вот чувака замочим. Всё-таки его не потянет наш второй герой. Фениксы. Как же без вас. Красавцы мои. Грифоны. Ну, тут уже, думаю, затащат. Да, определённо затащат. У нашего же героя есть тактика, так что наши существа сильнее. Так, алибарда какая-то радиус атаки героя увеличивает. Но это нашему генералу всё. Так, генерал, ты как тут? Штаны не насрал ещё? Так, десятки. Десятки элементалей. Боюсь, я просру. Поэтому ты, пожалуй, посиди здесь в сторонке, а наш главный герой будет сражаться. Потом. С армией, защищающей этот город. Ой, как-то всё печально. Да убейте вы этих волков, сраные. Волки позорные. И то мы их не можем замочить. Я понял, в чём сложность этой карты. К тебе такой комп наведывается, у тебя нифига нету и всё такое. Ресурсов нету, ничего нету. Герои слабые. Героев мало. И сюда давай. Всё захватываем. И держим, держим. Главное держать. Захватить это только пол дела. Нужно ещё удержать уметь. Так. Горняк. Так, горняк. Отлично. Сюда теперь. Ты, значит, сюда. Тут уже захвачено всё. Всё уже захвачено там до нас. Так, здесь мы смотрим, что мы можем построить. Но я хотел бы эльфов на самом-то деле. Поэтому мы строим гильдию следопытов. Здесь магистрат нужен. Для него 10 нужно. Дерево. Никогда не думал, что самоцветы буду на дерево менять. Ага. И теперь мне не хватает самоцветов. Это просто замечательно. Ой, тупану. Бывает. С кем не бывает. О. Красавец красный. Только медленный. Пока дойдёт. Мы тут уже всю карту захватим. Ну, вообще его надо замочить вообще-то. А то вдруг он на мой город какой-то нападёт. Ну, всё-таки он довольно мощный. Этого у него не отнять. Как и все здесь войска, тупо давят количеством. Ой. Да, это фигня. Это я, конечно, немножко тупанул. Так. Потому что огненные элементаряш неуязвимы к фениксовскому урону. А к чему они вообще уязвимы, я не знаю. Так. Ну. 17 единорогов или 13 грифонов. 17 единорогов. Всё-таки довольно близко бежать им будет. Вот сюда. А, ну на элементаре слепота не действует. Это недостаток. Большой недостаток. А, нет, действует. Так что преимущество. Всё нормально. Ну, замечательно. Просто великолепно. Ладно, ладно. Будем играть по твоим правилам. Хотя фениксы наносят им урон. Так что всё норм. Забавно. Забавно. Они стоят прямо рядом, и при этом урон половинится. Вот видите, здесь, короче, зоны, получается, так распределены. Что урон в любом случае половинится. Так. И теперь ты идёшь на перерез вот этому вот красному заупаману. Простите за слово. Но оно истинно отражает суть этого товарища. Так. Все армии героя при направлении заклинаний. Ну, неплохая штука, в принципе. Я не знаю, повышу ли я здесь вообще уровень хоть раз. Осинный улей. Так. Всё. Прихлопнули. Чтоб жизнь мёдом не казалась. Так. Теперь вы... Офигеть. Я такой пришёл, здесь драконов завалил. Сизого припугнул там. Чё ещё? Красного сейчас буду терроризировать. А, ибо нефиг красным быть. Надо быть таким, как я. Будь как я. Будь как я. Будь ты умным, да... Да хуя. В общем, вы поняли. Вы всё поняли. Интересно, у него ж вроде нету там этого разведки. То есть мои воры могут здесь бегать и спокойненько жить. Спокойно-преспокойно жить. Так. Так. Ты идёшь сюда и потом идёшь сюда. Получаешь опыт у нашего красавчика. Идёшь потом сюда. Да иди ж ты. Тебе сказано идти туда. Так. Разведчик. И потом идёшь ты сюда. Получаешь ещё больше опыта. Тебе он нужен... Блин, ну чё ж по 500 опыта. Что это за фигня такая? Так. Четвёртого уровня вор. Фууу. Мы эту мельницу не захватили никем. Ужас какой. Просто... Ужас. Феечек берём с собой. Всё своё берём с собой. В том числе и феечек. Так. Ну да. Тут что, вкачиваем дом на деревьях? Пусть будет. Магистрат. Нужен ли нам магистрат? Вообще-то нужен. Но опять же. Его не так легко получить. Раз, два, три. И теперь получим его. Лишние 250 голды не помешают. И на этом мы, пожалуй, закончим серию. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк. Всем пока-пока.